Привет, ребята, девчат! Надеюсь, у вас все ништяк. А.К. Crazy Russian, город Санценати, крутейшего штата Огайо, который находится в или на ржавом поясе. Вдруг первый раз людей очень много, залетных. Вот так вот. Едем через район, ну это такой отшиб небольшой, район Хайт-Парк. Ну, наверное, все-таки я теперь соглашусь со своей женой, что это все-таки третий после Эндерсон, в котором мы живем по престижности. Опять же, там дома и по лимону, и выше. Здесь такие старые дома, народ рвется сюда. В основном здесь Япис живут и, ну, всякие люди, кто работает. Когда вы рождаетесь с серебряной ложкой в кармане или во рту, да? То есть там... Главное, чтобы не проволновать деньги, да? Не хочу слово использовать. И все, и просто там вложитесь куда-то, или вам даже родители обеспечат. Но обычно в таких семьях не всегда благополучно, потому что они выросли на всем готовеньком, да? И потом там начинаются гулянки, наркота. Ну, делать нихера. Ну, это так, стереотип тоже, скорее всего. Вот, значит, это Хайт-парк. Прям почти сердцевина. Дальше туда, на горку, там еще круче. Там уже по лимону дома и вот такого плана. Такая маленькая плаза. Хорошее здесь место. Пиццерия. Так вообще просто потусоваться. Здесь магазин был раньше хобби. Склейка. Ну, такие вещи уже не выживают. Там человек пошел на пенсию и прикрыл лавочку это дело. Вот этот Хайт-парк. Что ты хочешь? Автобус. Иногда я здесь по правому ряду, ну, это когда час пик, сейчас я свинтил с офиса пораньше специально, чтобы не попасть. По правому ряду. Я считаю, наоборот, это нормально, чтобы рассосалось движение, не стояли все, как бараны, в одно стоило, понимаешь, загоняют. Так, быстренько, раз-два. Ну, я давненько такое видос делал. Можно еще разочек сделать. Где-то есть, короче, но его не найти. Просто спросил мнение. Не слишком борзо. Я считаю, еще раз говорю, это не борзо. Обогнал быстро, перестроился перед какой-то машиной, еле-еле там перед автобусом, к примеру. Вот этот Хайт-парк как раз. Хайт-парк. Значит, Индин-Хилл Хайт-парк. И Эндерсон. Ну, опять же, плюс-минус. Они почти голова к голове. Наверное, для престижности люди, кто работают в Проктерн-Гэмбл, хотя тесть работал раньше в Проктерн-Гэмбл, он жил в Эндерсон. Потому что там гольф-клуб. Вообще, вышел просто и уже гольф-клуб. Ну, в общем, это, ребята, это все. Старая формация понятий о престижности. Ну, цены здесь, блин, там не подступишь. Вот, наверное, за такую скворечню тоже хотят там бешеные бабки. И все всегда здесь продано. Здесь нету, чтобы вывеска стояла там for sale. Хрен два. Продано все сразу. Продается даже. Ну, выставляют. Они, по идее, должны соблюдать там какую-то систему. Ну, я думаю, что здесь даже не успеют. Ну, вообще, супер все классно. Не успевают даже эту табличку поставить. Утром поставили, вечером уже продали. Сейчас даже. Но все ждут выборов. Как я говорил раньше, ребят, типа вы такой первой первой степени нет, третьей степени, низшей степени middle class, да? Вам, ребят, должно по барабану где, кто, чего там правители влиять никак не будет. Трамп бабки платил за этот самый за вирус и дедушка на батарейках тоже платил. Единственное, Трамп остановит войну. Вот это вот я прям всеми руками. Трамп мне лично сам ну, не очень приятен мне. Многим людям неприятен. Как его манеры выхода. Вот ржавый поезд. Бам! Бам! Вот это сейчас новая дорога. Та старая. То есть манера его. У него было шоу, да? Какое-то классное. Вообще, мне понравилось в шоу. Ну, он шоумен такой. Когда там увольнял он. Это было классно. Вот ему продолжать бы шоу делать и найти какого-нибудь помоложе. Хотя бы вот этого из Флориды, Флориды чувака. Но нет, он ему отдал свой голос. Ну, своих избирателей. Система очень сложная. этих выборов очень сложная. Но, тем не менее. Так, сейчас мы попадаем опять на заплатки. На заплатки ржавого пояса. По идее, они здесь делали что-то здесь какие-то ремонты-ремонты. Вы видели? Вот сейчас будет, по-моему, ремонт. И, наверное, это подтолкнет их на перекройку этого полотна опять переделать. С какой-то бамп. Это новые штуки. Вот такие. Блин. Прикинь, ночью не видишь ничего этих названий, да? Ну, там, по идее, должна какая-то моргающая хрень быть. Вот. Ну, скорее всего, да, если Трамп победит, это такое впечатление, впечатление, что победит. Я до сих пор наивный, как вообще. Ладно, не буду сравнять. Я верю в эту систему компьютерную и прочее. Там щетка, там не подкопаешься никак. Ничего там не вбросишь, ничего там. Там все по именам, по... Если только вы серьезно хакните эту всю подягу, но сейчас все эти бабки детки и прочая society, да, часть, которые были... Потому что Огайо-то был вообще такой swing state, да, как качели, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Но сейчас Огайо четко, абсолютно красный, республиканский. Вот, то есть никаких качелей уже не будет. Не было качелей, чуть-чуть были качели, можно сказать, в этом... в 2020 года Trump 2020, но после этого уже отключили, разрешили ношение оружия без лицензии. То есть я могу официально купивший пистолет свой в магазине, там у меня реситы, там все пробивали, где там, где нужно. Я могу штаны себе запихнуть и пойти. Все. Остановят, спросят, что торчит. Пистолетик. Окей. Ну, на улице здесь так до сих пор, ребят, не принято. Но теоретически вот был, что там в Москве этот... Я не знаю, как правильно назвать. Я даже... Теракт, там это какое-то ужасное какое-то событие, да? Просто я до сих пор глазам своим не верю, что там произошло. Но вот подумайте только, здесь у людей через одного. Половина полицейские там где-то не на дежурстве. Вот Мэтт, он отставной мента, но он пистолетик всегда с собой носит. Меня спрашивают, мы пошли на хоккей? Я могу пронести. Я говорю, ты же мент, там рамки стоят, там ты... Но он не на дьюти, да? Он уже даже может так вот он может носить, вернее, все могут теперь могут носить, но там может какая-нибудь обойма у него побольше будет там, или... То есть у него наверняка есть свои прибамбасы, что он бывший полицейский может носить, может два пистолета. Это я прикалываю, прикалываю. Утрирую что-то в этом духе. Какие-то у него преимущества наверняка есть перед таким, как просто человечек. братушки здесь, обычно их здесь нет. Ну здесь такой уже переходной район. А, ты смотри, ну они такие, какие надо. То есть, я могу с собой писать, я говорю, блин, ты что, out of your mind, пожалуйста, вам английский, out of your mind, ты что, не без своего ума, без ума, такие вопросы спрашиваешь. Вот. Так что, представьте, вот в каком-то, на улице даже, здесь же можно, в разных магазинах, там по-разному, там таблички, но обычно сейчас все уже таблички все убрали. Если только ваша компания, там, policy такой, да, regulation, что-то, ваши требования, там, да, не приносить там оружие или с ножиками не ходить, или, ну я, я хожу, к примеру, с ножиком, есть, будет вывеска, какая-то там, пистолетик перечеркнутый, прикинь, но если бы на улице такое происходит, что-то, здесь сразу, у кого-то пистолетик найдется, сколько, ребят, видосов таких, куча, таких видосов, там, блин, что-то на заправке, обычно, братушка, там, кассу давай, чувак, сбоку, хрясь, голову, все, отстрелялся, ну это такой райончик, полубратушкин, вот, то есть, здесь народ, мы можем поговорить еще, ну в другой раз, наверное, о, как же это, по-английски это, road rage, это такая целая, стихия, понеслась, последняя, ну да, да нет, постоянно это было, но, в последнее время это усилилось, да, вы там, вы случайно подрезали, народ там, мне лично пофигу, начинает, народ начинает догонять, и всякие там, устраивает, кошмарики, вот, это тоже такой феномен, ну вот так вот, причем, так какая-то бабка, я уже как-то об этом говорил, ну давненько, ну можно, можно, потому что постоянно, каждый день какая-то хрень, какая-то бабка там будет уступать вам, там, боком будет, excuse me, excuse me, в двереном, в дверном проеме, где-то в магазине, или там с колясочкой едет, продукты набирает, excuse me, там, мимо тебя, как только эта бабка, сука, садится в машину, в какую-то, причем мощную, современную тачку, SUV, они все очень, литраж там невероятный, эти тачки все гоняют, вроде SUV, потяжелее, ну там движок, раздатка, раздатка, и эти, блин, бабки начинают гонять, резать, и никаких excuse me, да, никаких excuse me, просто, так что, так что, чил, да, чил, чил, расслабьтесь, тазик можете взять, с холодной водичкой, если у вас там, вот, ну, иногда меня, меня подгорает, я врать не буду, да, иногда подгорает совсем, от обмороженных совсем, которые либо едут, блин, даже, не то, что, лимит, они едут, едут еще, ну, чуть ли не в два раза меньше, ну, не в два раза, но прилично, меньше этого ограничения скорости, прикинь, невероятно, невероятно, о, у нас, кстати, затопило, немножко подтопило, но уже все, обычно здесь стоит на перекрестке, это сайн, да, там, внимание, дорога закрыта, на, на, то есть, к речке прямо ехать, ну, так, немножко дождливая, такая весна, ну, зато травка будет хорошая, есть какая-то даже, English expression, американизм, разумеется, OK, USA!